В Самарской школе номер 81 расположились два избирательных участка. На один из них пришли проголосовать заслуженная артистка Самарской области, исполнительный директор и ведущий актрисы театра «Самарская площадь» Наталья Носова и ее супруг, заслуженный работник России, художественный руководитель театра Евгений Дробышев. По словам актрисы, ходить вместе на выборы – это давняя семейная традиция. Даже когда была очень маленькая, я ходила с бабушкой, я ходила с мамой и с папой, и тогда ходили целыми семьями, одевались, брали с собой детей, внуков и ходили на голосование. Это был прям праздник такой народный. А с Евгением Борисовичем, да, мы не пропускаем никогда. Даже когда случалось такое, что мы не в городе, не в Самаре, мы обязательно брали открепление, голосовали там, где мы находились. Я считаю, что это не только гражданский долг, это еще и право, данное нам Конституцией. И своими правами нужно пользоваться. Все три дня выборов участки работают с 8 утра до 8 вечера. Однако для тех, кто не смог прийти самостоятельно, есть вариант голосования на дому. Заявки принимают до 14 часов 17 марта. Пожилые люди, инвалиды, болеющие, мамы с детьми, которые не могут оставить детей, все принимаем заявочки, все отрабатываем, ходим, люди голосуют. На выходе из нашей школы справа сидят сотрудники, которые, волонтеры, принимают заявки, в хитерин проходит, все регистрируется тоже. Комфортная городская среда, да, здесь тоже проходит голосование за сквер Чапаева, который около драмтеатра находится. Люди тоже активно голосуют, принимают участие. За порядком на избирательных участках слезят правоохранители, а за соблюдением всех правил голосования наблюдатели от общественной палаты и политических партий. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.